Ребят, всем привет! Сегодня у вас утро, 23 февраля. Мы поехали на ножевую выставку в Богданович, которую организовал мой большой друг и известный многим ножевам Святослав Егоров. Погнали посмотрим, что получилось. Стой. Идешь? Привет. Крутым браслетом, чувак. Расскажи, пожалуйста, как получилось создать ножевую выставку? Насколько я знаю, это уже вторая выставка твоя в Богдановича. Я когда увлекся этим делом, это примерно восьмой-девятый год, более-менее так всерьез увлекся, начал собирать, потом дальше, больше, дальше, больше, сейчас уже за 250 перевалила коллекция. Подсадил всю семью, подсадил вся семья ножеманская. Вот у нас в группе ВКонтакте 18 человек нас, вот таких активно общающихся ножеманов. И поскольку мы общаемся, возникла вот мысль показать то, что есть. То есть, скажем так, немножко... А в культуре населения, в плане ножеманов? Да, еще привлечь, потому что после прошлогодней выставки в нашу семью ножеманскую влились еще люди. Вот. И я решил эту выставку делать регулярную, 23 февраля каждого года. Ребята, сегодня 23 февраля, сегодня открытие выставки, она еще официально не открылась, открылась и через 2 часа. И примерно в течение месяца вы можете, если вдруг окажетесь в Богдановиче, или где-то рядом, вы можете посетить Крыльевический музей. Так что приезжайте. Значит, от себя добавлю, что это очень крутое мероприятие. Ну, потому что этого просто никто не делает, а немножко вводить в массы культуру ножей все-таки надо, потому что, ну, чтобы люди не боялись и понимали вообще, что такое ножи. На этой выставке у Святослава получилось представить лишь 60 ножей из своей коллекции. Коллекция, как он сказал, уже переваливает за 250. И сейчас, Святослава, в двух словах давай пробежимся по тому, что здесь представлено и расскажем нашим подписчикам. Ребята, ножи представлены по разным брендам. Ну, и давай начнем со всем известного колл-стила. Суровые, практически неубиваемые, доступные по цене и достаточно разнообразные. От суровых ломиков, кинжелоидов и кончая неплохими резаками типа того же Куду, Вояджер и подобных. И то, что они делали раньше, допустим, ну, я не знаю, тот же самый Тилай 4, да, он взорвал рынок в свое время. Блин, ну, не знаю, тот же его НК, да, 47-й, например, ну, как он сделан нахеренно. Алюминий, замок работает потрясающе. Вообще, механика, ножу хрен знает сколько лет, он в идеале просто. Звучит вообще. Звук офигенный просто, да, то есть, как это, как звук затвора такой. Вот. И современное вот это говнище, которое я делаю, вот с этим жутким G10, с этим, блин, триодлоком. Вообще, ненавижу этот триодлок. Он может быть и крутой с точки зрения, там, ну, надежности. Ну, сука, но он неудобный. Вообще, если говорить про ножи Кул Стил, мы обсуждали только что достаточно долго. И скажу вам, современный Кул Стил мне нравится все меньше и меньше. И, честно говоря, это очень обидно, потому что Кул Стил это та фирма, которая, ну, для меня, по крайней мере, стала неким родоначальником моей ножевой истории, моих интересов к ножам. Один из первых ножей, которые, ну, хорошие современные ножи, были купленные мной, это был четвертый Тилайт. Вот, это было достаточно давно, но, тем не менее, также я в году в 2000, по-моему, четвертом покупал керамбит от Кул Стила, который до сих пор есть далеко не у всех и считается достаточно редкой штукой. Вот. Сегодня Кул Стил, это неинтересные ножи, к сожалению. Это становится такой серой массой, и действительно достойных моделей у них остается все меньше и меньше. Очень жалко, очень жалко. Особенно для нашего российского рынка. То есть, да, они делают много холодника интересного, который может продаваться спокойно в Америке, но у нас, увы, с этим сложнее. Это Zero Tolerance, CRKT. Ножи, которые тоже достаточно крепкие, суровые. И предназначенные для тяжелых работ, не побоюсь это сказать. И на второй стоечке, тут на этой же витрине, ножи фирмы Strider Knives, знаменитые всеми ломики. И американские же баки. Это, знаешь, мне напоминает современный автопром. Раньше выпускали, допустим, Ford Mustang, да, допустим, делал там супертачка. Но сейчас всякие там фокусы и так далее, и так далее. Это говнища, которые вообще неинтересные. Мне вообще кажется, что это проблема современного ножистроения. Не только Кул Стил, а многие так, на самом деле, идут по этому пути. CRKT, мне тоже нихера не нравится то, что они делают. Ну, в последнее время, да. Ну, вот, а возьми Zero Tolerance. Вот почему я здесь выставил кладчик 200-ка, 350-ка, 561-й. Потому что, да, они соответствуют. Zero Tolerance, нулевая терпимость. Это суровый нож, удобный все. И возьми современные, какие-то не поймешь. Это 800-е, 900-е серии. Они вообще начали непонятно что делать. То есть, они уже какие-то начали в главную гонить. Strider последний. Я посмотрел. Это тоже херня какая-то. Да, тоже пошел гламур. Пошел тонированный титан. Там какие-то там красивые насечки, там гравировки. На следующей витрине верхняя полка посвящена ножам фирмы Spiderco. Левая стойка, это достаточно классические ножи. Manix, Military, Paramilitary, Enduro, Polis. То есть, ножи достаточно традиционной формы, концепции. На правой стойке ножи уже достаточно интересные и нестандартные. То есть, это туф. Нож достаточно необычной формы, имеющий как поклонников, так и противников. Ёжик, так называемый, Джимбо. Вот. Навахо. И два зубастика. Матриарх и Гарпия. Очень мало, очень мало хороших ножей остается. Спаи, мои любимые, которых я очень люблю. Но тоже у них из всего каталога, если взять, ну, не знаю, там, 5-6 ножей, которые хотелось бы себе купить. И которые выдались сейчас Paramilitary 3. Это вообще непонятно. Что, причем, знаешь, я, помнишь, я ролик снимал, да, о поводу Paramilitary? Там народ появляется, они защищают, да вот, да ты ни хрена не понимаешь, да для европейского рынка. Да окей. Но, как бы, есть делики, да, есть вообще огромная куча ножей у них, где-то меньше 3,5 дюймов, или 3, я не помню, 3,5 дюймов. Ну, просто, ну, зачем вы делаете, опять же, как Paramilitary, да, ну, он говорит, что да, там, этот, как он, Эрик. Эрик Лассер говорит, что вроде когда, вот, просили, мы сделали. Ну, у него души нету ножа, он какой-то, ну, никакой. Да, он, так, вторая пара милей не будет. Нет, конечно, миля, пара, нет. У меня, кстати, из спаев, да не только из спаев, из многих ножей, у меня самый рабочий нож, получается, Доспадерка Милитари. Я был очень удивлен, потому что, вроде, достаточно деликатный нож, да, с точки зрения, там, тонкого сведения, кончика, там, все истории. Да, он тоже поездил. Я им столько переделал, блин, да я когда, вот, дом там, строил, ремонт делал, я все делал этой миле. На нем же написано полис? Я его приобрел как раз тогда, когда милицию переводили в полицию. Я его зацепил на карман брюк, сначала, потом на форму торчит, полис написано, мне говорят, а ты откуда что? Я говорю, а что, не знаешь, что ли? Тем, у кого есть 15 лет выслуги и переходят из милиции в полицию, тем выдают. Вот, видишь, полиция написана, как у нас тут мужики забегали, а где это, а у меня есть 15 лет выслуги. Я говорю, так надо в кадры ГУВД обращаться, пошли звонки туда, оттуда звонят местному кадровику, ваше что тут, офигели что ли? То есть, вот, разыграл, у мужиков вообще получилось прикольно. На полке я представил ножи более дешевого, так сказать, сегмента, это Керш и Критеринокс, которые знают все. Второй витрине, я бы сказал, что ножи более такой аутдорной тематики, то есть Lion Steel и нож DPX Hest, выпускающийся тоже на мощностях Lion Steel в Италии, в городе Маньяго. И две всем известных крысы, то есть классическая Ontario RAT-1 и Ontario RAT-1А полуавтомат. Довольно-таки спорный нож, конечно, по моему мнению, я бы его таскать не стал, поскольку настолько цеплючая у него рукоять, что дерет все, начинает карман и кончая руками, а в остальном плюсов в нем особо нету. Но для коллекции он, конечно, нужен. И на последней витрине представлены такие знаменитые бренды, как Benchmade и Microtech. Benchmade, экспозиция начинается всем известным Грептилианом, по-моему, самый популярный нож у этой фирмы. Ну и дальше 710, Torrent, американские Microtech. Ножи тоже известные всему ножоманскому сообществу. Три верхних ножа у меня оригиналы, которые удалось взять, это Sacom Elite, мини Sacom Elite и Ultrotech. Ну а так, Дельта хороший нож. Мне, кстати, Дельта нравится больше, чем вот эта вся история. Дельта мощный лом. У Sacom Elite великолепный рез. Но я бы сказал, когда я получил достаточно в убитом состоянии, я ее начал точить аккуратненько, точить на ланске, керамикой. С30V, она не успевает заточиться, как микро-вокрашивание. Заточено? Да. Вот. Из-за термички? Из-за термички, да, пересушена сталь. То есть, и многие жалуются, что у оригиналов начинают перетачивать оригиналы. Это, кстати, проблема у очень многих ножей. И у Spai такие проблемы были, я помню, люди жаловались. Были, но я вот, слава богу, свои вот Spai точил, у меня ни с одним проблемой не было, со всеми, у всех этих... Вот, то есть, я достаточно часто на просторах интервалах замечаю, что люди жалуются на сталь именно оригинальных ножей. Да. И что реплики, блин, делают по сталь лучше. И я бы еще сказал, что я реплики приобретал для того, чтобы человеку подарить парамилитари, милитари. Я бы сказал, что цветочка у них лучше оригиналов. У них с собой здорово... Ты Титанову Милю видел реплику? Видел. Это ж вообще обосраться, я не знаю, супер нож. Да. Берешь оригинал, там с одной стороны 30, с другой стороны 20, там и не поймешь, как его... Так причем они и 9 Chrome хорошо сейчас термичить стали делать, и сведения делают хорошо. Ну и как бы... У них с лайнерами косяки, конечно, бывают на дешевых репликах. Вот, но... Здесь надо выбрать, в общем, нож правильно. Да. Самую дешевую нет смысла брать реплику, а вообще, реплики подороже, они очень... Надо выискивать, потому что иногда бывает, выдают дешевые за дорогие реплики, то здесь тоже надо понимать, что покупаешь. На второй полке представлен китайский сегмент ножевого рынка, то есть ножи фирмы Бекер Плюс, это китайское подразделение фирмы Бекер, выпускающее ножи дизайна Бекера, но на китайских мощностях. Вот, достаточно качественные, хорошие и недорогие ножи, доступные по ценам. И я не смог обойти фирму Ганзо китайскую. Это фирма, выпускающая ножи частично по своим дизайнам, частично по дизайнам, уведенным у других фирм, подсмотренным. Но, поскольку я приобретал ножи первых выпусков, и сейчас могу сказать одно, качество повышается прямо на глазах, механика становится все лучше, термичка становится все лучше. Эти ножи мне нравятся. Это вообще абсолютно недорогой сегмент, как говорится, максимум ножа за мало денег. Последние два ножа этой фирмы меня вообще порадовали очень сильно своей идеальной механикой и идеальной обработкой. В конце следующей выставки, которая будет через год уже разработана, я не буду это скрывать, скажу даже и на открытии выставки, и все. То есть, это будут ножи российских мастеров, и не серийные, не крупносерийные, а либо авторские ножи, которые выпускаются единичными экземплярами, либо те, которые малосерийные, ну вот, например, как у группы ВКЛ, каждый нож имеет свое собственное отравление, и он неповторим. То есть, будут ножи вот таких фирм, либо малосерийные, каких-то групп, каких-то клубов и так далее.